Проблема с запашком. Жильцы улицы Гаражный областного центра уже несколько лет живут бок о бок со свалкой. Контейнеры стоят рядом с этой кучей мусора, но, как видно, они почти пустые. Зато рядом высится гора нечистот. Сваливают их сюда, как рассказывают местные, со всего района. Как следствие, мухи, тараканы и крупные сытые крысы. Такому соседству никто из жителей не рад. Приносится не только нашим домам, не только нашей улице. Это приносится с окружающих домов. И с параллельных улиц, и с дальних улиц. И выносить это никто не будет и не хочет. То есть убирают буквально 5 метров около этих баков. Сами видите, баки уже на проезжую часть, уже на тротуар выставлены. То есть их ставить даже некуда. Но никто ничего делать не хочет. Дома деревянные, старые, засыпные. Вспыхнуть могут, как спички, уверены жители. Свалка периодически горит. Местные опасаются повторения трагедии, которая случилась в Ростове-на-Дону. В огородах держат ванны с водой и шланги, чтобы тушить, если вспыхнет. К мерам таким уже прибегать приходилось. Я раз в окошко, гляжу, уже помойка горит, на забор перекинулся. Включили шланг, сюда побежали. Кто с ведрами, я шлангом. И до пожарных тушили. Ну пожарные притушили, конечно, они этим. Спасаемся вот так. А так, по теории, все деревянное. Если оставить, например, мало ли, пожарные тоже, как говорится, не всегда, у них много дел своих. До дома, до деревянного, каких-то 20 метров. Как установлены мусорные контейнеры, жильцов тоже не устраивает. По Санпинам они должны быть не меньше, чем в 20 метрах от жилой застройки. В доме и мыши, и крысы уже появляются. В общем, вот, экологически все очень плохо. У нас, ходила я в ЖЭК, город у нас, вот, они говорят, что мы им очень мало денег платим. В общем, и хожу я только одна жаловаться, больше никто не ходит, всем остальным хорошо. Спецы управляющей компании «Город» жильцам предложили скинуться на обустройство контейнерной площадки. По 5 тысяч рублей с каждой из 8 квартир. Правда, и эта мера чистоту в районе не гарантирует. Даже если мы ее установим, два ящика, которые здесь стоят на весь район, это вообще ни о чем. Здесь везут мусор, мало того, что со всех домов, еще и везет сюда весь частный сектор, то есть, соответственно, это Нежданово. Это все здесь сваливается. Сейчас начнется осень, начнут вырубать кусты, деревья, все понесут опять сюда. Управляшка ссылается на нового регионального оператора по вывозу ТКО. Те, в свою очередь, уверены, бремя убирать стихийную свалку на мэрии. Земля под мусоркой муниципальная. Бремя содержания контейнерной площадки несет собственных земельного участка. Оригинальный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Мы вывозим только лишь твердые коммунальные отходы. И вывозим крупногабаритные отходы. А то, что там лежит, это не оно? Там лежат ветки. Они не относятся ни к твердым коммунальным отходам, ни к крупногабаритным отходам. Мы написали в мэрию официальный запрос. Попросили специалистов выйти на место и стереть, наконец, с лица земли эту мусорную пирамиду. Пока слова жителей не оказались пророческими. И их дома не вспыхнули вместе с ветками и бытовым хламом. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иваново.